Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня все так же 2 апреля, только из-за аномальной жары пришлось продолжать высаживать томаты уже во вторую смену. Вот сейчас 9 часов вечера и только-только спала жара в теплице, были настиж открыты форточки, была открыта одна дверь. Все равно меньше 30 градусов не падала жара, потому что яркое солнце, холодно было плохо, жарко еще хуже. Я вот приходила в 8, невозможно было работать, прям пот льется, а когда-то высаживать же надо. Я вот решила организовать себе вторую смену, потому что днем работать невозможно. Полдня пролежала в постели, потому что побыла здесь немножко, но жаре мне что-то стало дурно. И я зайдя в теплицу, увидела, что бедные томаты, хотя я их утром поливала, даже те, которые вот в грунте росли, у них даже листочки, вот вы знаете, что как от жары они как скрючиваются, полила их все. Они немножко воспряли, листики расправили, стали красивые. И теперь я вот, смотрите, хочу вам сказать, сегодня я, как и в той теплице будет без обогрева, так и здесь, изо всех электроприборов у меня будет вот только лампа включена. И то для того, чтобы мне попозже тут часов 12 прийти и проверить температуру. Никаких подогревов я включать не буду. И тут уже вопрос не в экономии электричества. Я просто хочу дать им отдохнуть от этой вот ужасной, удушающей жары, в которой они стояли здесь целый день. Они хотя бы отдохнут. И я считаю, что вот сегодня, если будет плюс 7 на улице, а здесь пусть будет даже 10 градусов, я сейчас пленку накину, им эта температура даже будет лучше, чем они жарились. Я думала, они сегодня, ну что-то непоправимое с ними будет, очень жарко. И вот сегодня они у меня будут отдыхать при температуре плюс 10, при выключенных всех обогревателях. Тут уже ни о каком, ни о подогреве грунта не идет речь, ни о инфракрасных вот этих обогревателях. Утром я как выключила, и все, мы теперь спасаемся от жары. Вот я сейчас пришла, работать днем было невозможно, но ясно за 30. Я сейчас досажу тут несколько мне нужно сортов, закрою, как обычно, их пленочками, как я показываю, а утром захожу. Все, избушку на клюшку, и пошла отдыхать. А они здесь будут тоже отдыхать от жары. Все. Если я ночью сюда пойду, если у меня будет время, если камеру не забуду, я вам покажу, какая ночью температура будет. Но я думаю, что тут будет температура, если на улице будет плюс 7, тут будет градусов 9, наверное. А в тоннельчиках, если я сейчас их накину, пленкой, я все равно буду накидывать, чтобы не был сильно перепад температур. Потому что, представьте, если здесь днем было за 30, оставлю открыто, а ночью будет 7 градусов, это тоже им нежелательно. У них тоже это стрессовая ситуация, вот эти скачки из большого плюса на большой минус. Все-таки я их прикрою, чтобы немножко мягче был вот этот перепад температур. Ну и мне кажется, в тоннельчиках было сегодня 18, а оно это с обогревом. Но градусов 12 должно быть. Проверим мои предположения потом. Все, пока. Вот так же зашла проверить последний раз в теплицу, которая в огороде стоит, температуру. Тут видно при таком освещении плохо, но 11 градусов. Все, вообще шла через огород. Такое непривычное ощущение, как летняя ночь. На улице так тепло, так хорошо. Там тоже градусов 9, наверное. После наших морозов еще вчера было минус 4 ночью. Сейчас уже плюс 9. Такие скачки погоды. Вообще аномальные погоды стало. Все, можно спокойно идти спать. Если здесь градусов 10, там у них, наверное, утром завтра посмотрю, градусов 15 точно есть. Можно спокойно отдыхать.